Добрый день всем! Я Елена Дагунц, преподаватель образовательного центра Григория Гробового, прошла 10-дневный курс обучения по учению Григория Гробового в классе с 22 приборами развития концентрации вечной жизни ПРК-1У в Белграде, Сербии, который вела преподаватель образовательного центра Евгения Узюкина. Преподавание велось на русском языке с переводом на испанский язык, который осуществляла переводчик Эдит Пап. Мы прошли очень интересный путь погружения в работу с приборами с помощью приборных технологий Григория Гробового. Было много впечатлений, много эмоций, чувств от работы, от общения. У нас в группе сложились духовно-родственные отношения. Мы быстро нашли общий язык и даже не один. Это чувство духовного единения между людьми и доселе незнакомых друг другу, оно возникает здесь сразу, и это дорогого стоит. Понятно, что это происходит потому, что нас объединяют одни цели и задачи. Если говорить об опыте работы на приборах, то, конечно, мощность взаимосвязанных приборов несоизмерима с дистанционной работой на одном приборе, опыт который я имела до сих пор. Здесь в классе за каждым столом располагается один физический прибор, который связан с двумя дистанционными приборами, которые транслируются по ноутбуку. То есть у вас за столом один физический прибор и два прибора на ноутбуке, и это один связанный блок. А таких блоков 22, и они все связаны друг с другом. Это система. Поэтому, работая с одним блоком приборов, ты одновременно работаешь со всей системой. Во время работы в этой системе ты как бы становишься частью системы и ощущаешь работу физически в теле в виде кручения, расширения пространства, вибрации, когда прорабатывается та или иная информация. И ты понимаешь, что работа идет не только конкретно с тобой. Работа идет в макрообласти, поскольку наше физическое тело – это управляющая структура. И работая с собой, прорабатывая какую-то информацию, мы многое меняем для всех по системе всеобщих связей. Во время работы часто возникали яркие картинки, соответствующие прорабатываемые технологии по тексту лекции или соответствующие цели управления. Интересно, что эти картинки, которые являются отражением информации из лекции или твоей работы по цели, они как бы продолжают развиваться сами по себе, без твоего участия или воздействия на них. Поскольку это приборы развития концентрации, то твоя концентрация, она как бы начинает жить своей жизнью, развиваться дальше, а ты наблюдаешь за ней со стороны. У меня так было, например, когда я работала по цели воскрешения близкого мне человека. Эта женщина. Она пришла не одна, она пришла со своим мужем, который ушел намного раньше. И я наблюдала за ней, я видела, как они вместе гуляют со своими внуками и правнуками. А ведь я не закладывала такой цели. Моя цель была воскрешение конкретно этой женщины и гармоничные встречи с ней. А картинка, она стала развиваться самостоятельно, независимо от меня. Я только наблюдала за этой картиной со стороны. А когда я распространила этот результат на всех для всеобщего воскрешения, ко мне потекла целая вереница людей. Сначала это были мои родственники, потом знакомые. Все они приходили в разных возрастах, и они шли прямо на меня. Мы обнимались. И эти встречи, они были настолько явными, что на физическом плане меня настолько переполняли чувства и эмоции. Ну, потому что эти встречи, они были очень яркими и натуральными. Конечно, это огромное счастье работать в этом уникальном классе и осознавать свою сопричастность к преобразованию реальности в направлении обеспечения вечной жизни всем. Моя безмерная благодарность Григорию Петровичу Гробовому. Благодарю всех за внимание.